Здравствуйте! Меня зовут Крюк Ксения Викторовна. Я врач-отериноларинголог клиники Доктор Лор. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как боль в горле. Часто пациенты, которые бывают у меня на приеме, задают мне такой вопрос. Доктор, посоветуйте вот самое лучшее средство от боли в горле. Давайте начнем сначала, а не с конца, и разберемся, почему же может болеть горло. Самая частая причина – это вирусная инфекция. И боль в горле выступает один как из симптома острого респираторного заболевания. Другой причиной может быть бактериальная инфекция. Это могут быть обострения хронических тензелитов, острые тензелиты, ряд инфекционных заболеваний, порой очень грозных. Здесь требуется уже антибактериальная терапия. Кроме того, боль может быть острой, боль может быть хронической. Острая боль – это боль, возникшая в течение последних шести часов. Все у вас было хорошо, и тут резко заболела боль. И боль может продолжаться длительно. Может несколько дней, несколько недель, несколько месяцев. И пациенту может действительно достаточно долго беспокоить боль, но она уже будет не такая выраженная. Заболевания глотки мы подразделяем на фарингиты и танзелиты. Об этом мы уже писали в наших соцсетях. Когда мы говорим о танзелитах, то мы имеем в виду поражение глоточной миндалины. Те самые гланды, которые мы видим, если осматриваем собственное горло. Заболевания, связанные с миндальными, мы будем называть танзелитами. Танзелиты бывают острые, это ангина, которую мы знаем очень хорошо, и хронические, хронические танзелиты. При постановке диагноза, в зависимости от того, какой диагноз мы поставим, уже мы будем выбирать то или иное лекарство. И чаще основное лечение этого заболевания будет не местные препараты в виде порошков, полоскалок, спреев, постилок, а именно системные, противовирусные и антибактериальные. Но бывают еще такие жалобы, длительно пациент болеет, у него болит горло, он приходит и рассказывает, что уже скупил все лекарства из ближайших аптек, мазал горло и йодом, и зеленкой, и метиленовым синим, и хлоркой полоскал, и все возможные модные лекарства купил, но ничего не помогает. А горло болит только сильнее. Это еще одна причина боли в горле, это самый настоящий дисбактериоз полости рта. Антисептиками мы сжигаем просто, не только слизистую, убиваем все наши полезные бактерии, которые живут в полости рта, и тем самым только делаем хуже собственному организму. Поэтому, дорогие мои пациенты, если у вас есть хоть малейшие сомнения по поводу того, чем лечить ваше горло, обязательно обратитесь к врачу. Часто поставить правильный диагноз может даже педиатр или терапевт. Если и он сомневается, то он обязательно направит вас на прием к нам, а может даже к гастроэнтерологу. Это еще одна причина, по которой болит горло. Если вы неправильно пытаетесь, завтракаете и ужинаете, а в течение дня не перекусываете, или очень любите полежать после еды. Это все провоцирует развитие гастроэзофагиального рефлюкса, когда желудочный сок с содержимым попадает выше в пищевод и глотку, происходит хроническое раздражение слизистых, и развивается хронический фаренгит. Такие жалобы, как отрыжка и жога, часто пациент даже не замечает, не обращает на это внимание. А приходит уже к горло врачу с жалобами на длительную боль в горле. Обратите на это внимание. Будьте здоровы! Будьте здоровы!